Давайте посмотрим, у нас есть такой город Харьков, все прекрасно помнят, что там было буквально полтора-два месяца назад, наверное, в то же самое время, когда у нас начались эти процессы, в городе Харькове были, скажем так, региональные лидеры, определенные, тот же Кернес, Добкин, еще ряд других людей, и начались различные митинги, даже были какие-то пои местного значения, я не помню, пои были люди или нет. Да, там были достаточно крупные волнения, и казалось, что это центр вообще движения, которое хочет создать эту республику, там, Новороссию или Харьковскую республику, или эту. Дальше вот, не буду ничего предлагать, ну, просто это вопрос для наших киевских властей, если они, ну, собираются как-то разбираться, действительно, на местах. То есть, на местах все люди, ну, достаточно разные, вот, как малый и средний бизнес, общаясь, есть, скажем так, люди и прыхильники ЛНР, и есть люди, которые конкретно за Украину, причем предприниматели больше за единую Украину, потому что они понимают последствия вот этого отделения. Никто не хочет здесь Второго Приднестровья или чего-то еще. Но хочу заметить в том, что в Харькове, когда лидеры движения вот этого, ну, вообще, регионального движения, один был ранен, а второй ушел там в политику и, как бы, отключился от этих процессов, никто не помнит после ранения Кернеса ни одного, по-моему, вот такого митинга, взятия, там, бастилий и прочего прочего. То есть, рецепт достаточно прост. Нужно договариваться не с людьми на местах, а нужно определяться с политиками, которые эту политику формируют, в том числе и в Луганске. У нас есть, вот я удивляюсь, у нас есть депутаты народные, как они себя называют, и руководители фракции, вот господин Ефремов есть, господин Чук у нас есть, Волчевский. Еще много господ, которые в том числе и в Луганске. Но если они народные депутаты, пусть они придут к народу, спросят, что народ хочет. И этими же вопросами займутся в Верховной Раде с народно выбранным президентом и со всеми остальными людьми. Потому что на сегодняшний день то, что происходит вот в Украине, это похоже на операцию. Знаете, вот если деньги, кровь, экономики, ну на малый и средний бизнес это хребет, а вот Донецк, Луганск, Донбасс, можно сказать, это печень. Да, мы перерабатываем кровь там, добавляют туда разные поживные, речевины. И вот сейчас получается, что печень говорит, давайте отделимся от головы. Хорошо, отделились, начинаем отрезать, пошли к другому организму, к России. Они говорят, а нам печень не нужна, у нас своя есть, у нас неплохая промышленность на Урале. Притом и больше. И вот мы остались, сейчас на операционном столе, с отрезанной печенью, с отрезанной головой.